Приветствую всех на канале Tetra Games. Я вам представляю вторую часть, вторую серию по игре Rescue HQ. Симулятор базы помощи. Это штаб-квартира, где все это дело базируется. Люди, которые защищают нас, спасают наши жизни, тушат пожары, лечат и так далее. В общем, все это прямо здесь и сейчас. Поехали! Задача непростая. Я думаю, что мне все-таки стоит выбрать для начала хотя бы направление пожарной части. Вот мне почему-то хочется тушить пожарчики. Тем более, я уже имею опыт работы с этой темой. Наверное, я думаю, пожарную часть я буду отправить вот где-то здесь. Не знаю, поместите ли у меня здесь это все или нет. Ну, попытаться-то как бы нужно уж точно. Ну что, значит, нам предлагают что-то открыть. Возможно, даже все. Medical. А, причем даже бесплатно это можно все открыть. Слушайте, это вообще шикарно. Так, а это что такое? О, детективный стол. Ага, вот здесь будут расследоваться те самые файлы, которые мы переработали из заявок. Так, неплохо, неплохо. Но он стоит 400. Дороговато. Так, окей. Что у нас здесь есть? Шкаф... Так, вызовы. Вызовы работаем. Хотел про шкафчики рассказать, но... Но нет. Отправляем снова машины на вызовы. Сколько вызов-то, слушайте, у меня, наверное, даже персонала уже скоро так не хватит. В гаражах мы сможем строить вот такие вот пожарные машины. Ага. А еще мы можем скоростные машины выбрать. И работать с Porsche. Вот так вот. Или Porsche. Porsche или Porsche, ребят. Интересно прям. Ну что, нужно строить гараж. Окей. Давайте строим дополнительный гараж. Вот здесь. Так, сколько мне нужно клеток на это дело? Примерно вот столько. Полностью я здесь все застраиваю. 2 280. Немного совершенно. Строю еще одно помещение. Где у меня будет располагаться, наверное, вообще вот все-все-все. И еще... Да, вот сюда. Вот так. Вот. Нет, половину. Наверное, половину я поставлю. Надеюсь, что половины мне хватит. Вот так. И здесь я буду размещать шкафчики уже для пожарных. Разблокируем их. И ставим несколько штук. Жалко, что каждый шкафчик в себя вмещает, по-моему, только одного или сколько. Написано плюс два дополнительных пожарных, которые можно их нанять. Ну, двое. Здорово. Отлично. Хорошо. Теперь мне нужно поставить офис, я так думаю. Давайте я еще один офис сделаю. Он у меня располагаться будет здесь. Это будет чисто офис для пожарных, ну, может быть, еще для кого-то. Пока что я поставлю сюда только один стол. Ну, в крайнем случае, потом я всегда смогу перенести это дело. Так. Один поставил. И, по-моему, я его криво поставил. Ну, вот как всегда. Ладно. Поставлю вот так. Вот так. Как-то они странно так ставятся, эти столы. Окей. Теперь мы это должны все дело соединить дверями. Вот так. Здесь будут сквозные двери. Вот так. Отлично. Пожарная готова. Пожарная часть практически полностью готова. Мне не хватает только... А вот, кстати говоря, я и вспомнил, что я хотел расширять тренировочную комнату, чтобы тренировать пожарных. Блин, мне же это потребуется. Я совсем об этом забыл. Окей. В гараже ставим пожарную машину. Самую простейшую. Самую первую. Вот так вот. Скоро ее мне подвезут. Слушайте, ну вообще, вызовов очень много. Три машины отправлены, четвертая выезжает, и у меня еще один вызов висит. Я думаю, что я поставлю еще одну машинку, которую я очень-очень прямо сейчас хочу. Я все-таки хочу купить машину для гонок. Для того, чтобы догонять, для преследования по скоростным трассам. Я хочу ее разблокировать за 600. Это все, что у меня сейчас есть. Из престижа, тем не менее, я могу уже ее поставить. Это очень классно. Смотрите, она такая классная. Боже мой. Одно удовольствие на нее смотреть. Скоро мне ее привезут. Моя будет машинка Porsche. И еще осталось два объекта, прежде чем мы начнем нормально функционировать, как пожарная часть. Это производство. Ну, я бы даже сказал не производство, а заправка обычных огнетушителей. Для этого мне потребуется вот такая вот штука. Сейчас я вам покажу ее. Так. Вот. Air Tank Refill Station. Перезаправка. Перезаправка вот этих самых огнетушителей. Я ее вот сюда поставлю. И нам потребуется хранилище. Место, где эти огнетушители будут храниться. Они вот прямо вот везде вот тут вот и будут храниться. Я их несколько штук поставлю. Чтобы на будущее, так сказать. Потому что будет, по опыту знаю, что будет очень много вызовов, где они будут требоваться. И нужно, чтобы их регулярно заправляли. Мне сразу же 10 человек подвезли пожарных. Они уже начинают работать. И у меня теперь вполне могут быть и вызовы для тушения пожаров. Смотрите-ка. Я теперь могу закрывать свой город аж по двум направлениям. Полиция и пожарная. Давайте-ка я ради прикола отправлю Порш на вызов. Ого. Тут какой-то намечается ивент очень скоро. Надо будет к нему готовиться. Потребуются снайперы, команда К-9 и захват. Ну, вроде не страшно. Я думаю, я справлюсь к этому моменту. Интересно, что же там будет за ивент такой. Ну что ж, Порш уехал. Супер. Давайте машинки подчинивать иногда. Смотрите, блин, 4 вызова. Еще 2. Еще 2 вызова полиции. Ё-моё. А как мне с этим справиться-то? Какие-то машинки вернулись. О, Порш вернулся довольно быстро. Еще какая-то машина вернулась. Я должен успеть отправить машины на новые вызовы. О, смотрите, я смогу сюда отправить одного человечка. И дать ему оружие. И он поедет разбираться. Ничего себе. Давайте мы, наверное, его на Порше отправим. Чтобы он быстренько туда уехал. И с пушечками разобрался там со всеми. Еще один вызов отправляем. Еще один отряд полиции. Смотрите, я даже чинить машины не успеваю. Они вот, некоторые машинки начинают ломаться. Их нужно подчинивать иногда. Давайте попробуем достроить здесь гараж. Может быть мы еще в бокс можем поставить одну машинку, например. Еще одну полицейскую тачку. Поставлю, пожалуй, еще одну пожарную машину. Вот такую. Смотря я не очень представляю, чем она отличается. Но здесь написано, что у новой пожарной машины есть вода. Видимо шланги и какое-то еще оборудование. Ладно, куплю. Я этот Порш, наверное, теперь загоняю. Мне так нравится, что он, ну, типа быстрый. Я думаю, что он фактически на обычные вызовы никак не влияет. То есть все равно время, потраченное на вызовы, будет точно такое же. И по идее, эту машину нужно отправлять только на те вызовы, в которых, в условиях которых стоит вот такие вот скоростные машины. Пока что ни одного такого вызова не было. Мне просто нравится Порш отправлять на задание. Уи, уехала. Класс. Еще один вызов остался. Давайте еще отправим ребяток. Ого, здесь потребуется специальное снаряжение против защитное снаряжение, типа щиты, маски против различных восстаний, волнений и так далее. У меня такой штуки нету. Тем не менее, видите, я даже плюс не могу сделать. Не могу вооружить своих полицейских. Но тем не менее, я все равно отправлю машину со своими полицейскими. И написано 100% успех. Ну, ладно. Даже несмотря на то, что мы не сделаем так вот прям, как им хочется, все-таки отправили и помогли. Тем временем пожарные заправляются вот этими огнетушителями для вызовов. Они заранее их заправляют. И когда будет вызов, соответственно, возможно, часть этих огнетушителей будет использована. Соответственно, они затариваются впрок на будущее. Кстати говоря, в оружейных оружие приходится перезаряжать, судя по всему. Или оно сломалось. Поэтому я нажимаю вот такую штучку. И сюда приходит один из полицейских и типа что-то делает. Ну, на самом деле он просто ничего не делает. Он просто ручками разводит туда-сюда и такой, блин, что же делать, что же делать. Ой, ну, наверное, само починится. А потом приходит ко мне в кабинет и говорит, ну, типа я все сделал. Ага, первые вызовы на пожар. Вот так вот. Давайте посмотрим, что мы сможем вообще им предложить. Итак, у меня 4 пожарных. Так, нужна машина нормальная, в которой будет вот это литраж. Сколько требуется для вызова. Соответственно, здесь требуется одна единица воды для отушения пожара. Для этого подойдет любая из этих машин. Вторая у меня машина только с единичкой воды. Но с лесенкой. А первая машина, видимо, это та, которая вот самая, наверное, первая или нет. Это вторая, скорее всего. В общем, не знаю. Но она прям до хрена воды в себе имеет. Аж 4 единицы. Я думаю, что первой нам вполне хватит с лесенкой или нет. А, нет, давайте вторую отправим вот так вот. Чтобы воды было побольше. И справляемся огнетушителями. 4 штуки огнетушителя. Выбираем, отправляем. Вот, первая пожарка поехала. Класс. Пожарные засуетились. Я обработаю второй вызов. Ага, здесь нужно будет много персонала. Даже мне, видите, одного пожарного не хватает. И еще нужен будет вот такой вот молоток. У меня его тоже нету. Не молоток, это, скорее всего, топор, видимо, чтобы что-то там, да, разрубать и проникать в здание. Ну, в любом случае, как уж есть, отправляем машину. Шанс не очень большой, но у меня и даже штат не полный. А что поделать? Тушить-то все равно надо. И мне придется все-таки расширить комнату для тренировок. Вот так вот. И немножечко подвинуть здесь объекты. Я это сделал таким вот образом. Чтобы обучить новых пожарных, я поставлю вот сюда такой вот объектик для тренировок. Ведро. Тут он будет тренироваться. Вызовов очень-очень много. Я на самом деле зашиваюсь, но пока что справляюсь. Так, отправляем. Сразу несколько вызовов. Так. Отлично. Этот на Порше поедет. Еще один вызов. Здесь нужно только двое. Поедет один, даже еще проще. Один опытный. Так. Ага, этого нельзя. Он еще учится. Так. И здесь тоже потребуется... Все усталые, капец. Еще. Еще один вызов. Супер. Вообще, конечно, жестко. Очень-очень жестко. Я вот справляюсь в притык. И мне совершенно очевидно необходим. Боже мой. Еще один вызов совместный. Полиция плюс пожарная. А я все машины на полицию отправил. У меня есть три часа, чтобы решить вопрос с этим вызовом. Наверное, какая-то из машин успеет вернуться из полицейских. И должно быть, по идее, все хорошо. Ну, давайте подождем. Кстати говоря, похоже, у нас здесь в камере сидят товарищи. Их нужно допросить. Я вот активировал эту галочку. И теперь сюда должен будет прийти свобода полицейские. И допрашивать их потихоньку. Так. Что я могу еще разблокировать? Может быть, что-то могу разблокировать? Хотелось бы. Может быть, какую-нибудь крутую тачку разблокировать? Не знаю. Не могу. Пока не могу разблокировать, да? Ну, 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 ну. Ну и хрен с ними. Вообще, мне нужен вот этот вот момент. Relaxation. Комната отдыха элементарная. Где будут просто диванчики, телеки, где персонал сможет просто отдыхать. Так. У меня сколько осталось? Сейчас с хвостом. Вроде машины вернулись, не вернулись. Нет, пока еще. Еще не вернулись. Машины есть, но персонала не хватает. Давайте немножко подождем. Буквально через 3, 2, 1. Отлично. Теперь я могу обработать этот вызов. И буквально в последние минуты, как бы долго я его у себя не держал, но я смогу его обработать нормально. Так. Берем максималочку. Сигайся, ранены что ли? Ничего себе, жесть какая. Окей. Давайте максимально заправляем пожарными. Так. Вода есть. Огнетушители не нужны. Прекрасно. И в этот же вызов отправляем полицейских. К сожалению, это может делать все только одновременно. То есть, этот вызов нужно обрабатывать одновременно. Также выбираем вот здесь в закладочках полицейских машину. И отправляются одновременно пожарка и полиция. Я думаю, что мне пришло время все-таки выкупить соседнюю территорию. Наверное, вот эта она будет за... 66 900. Так. Ну все. Выкупаем. Она довольно большая. И соединить ее мы можем... Ничего себе. Только... Только вот здесь. Через вот здесь. Здесь у нас проходной двор будет фактически. Ну что поделать. Придется тогда перемещать столики. Вот так. Столик с файлами. И здесь будем строить коридор дальше. Вот такой большой коридор. Может быть здесь еще одну дверь поставить входную? Не знаю, как они оценят это, если я так сделаю. Так. Это не нужно было делать. Я считаю, что это неудобно. Они нам предлагают проложить какой-то путь. Ну нахер. Ой, я кажется пропустил пожар. О, доигрался. Вот что значит увлекаться стройкой. Так. Нужно построить еще одну тренировочную для пожарных. Тренировочный объект. И нам тогда зачтут этот квест весь. Цепочка. Так. А что мы еще можем? Мы можем еще какую-то штуку купить. Смотрите-ка. Вот такой вот, типа, который может перевозить очень много полицейских. Вот такую мы машину можем взять себе. И какой-то неплохой. Вроде бы неплохой. Да, с лестницей. Во-во-во-во-во-во. Машина с лестницей. Давайте мы ее и разблокируем. Вот так вот. Супер. Так, она помещается сюда? Блин, у меня денег на нее не хватает. Боже, неужели денег нет? А, нихрена. Она огромная просто. Эта гребанная машина просто огромна. Вот фак. Придется расширять гараж, ребятки. Я-то думал, будет все изи. А изи-то и не стало. Вот это жесть. Так, теперь помещается. Вот такая вот, с лестницей. Нифига себе, она огромная. Ни херасички. Итак, у меня наконец-то стала доступна покупочка за 600 вот этих самых щитов. Давайте посмотрим, что еще у нас есть. В гараже мы можем... Нет, то, что мне нужно, мы как раз и не можем. Вот эта штука. Стоит 700, до хрена. Мне нужно апнуть левел, но я, к сожалению, не могу это почему-то сделать. Хотя вот сейчас у меня просто максималка. Тем не менее, игра не дает мне это сделать. Значит, мне придется, она меня вынуждает пока что купить оборудование со щитами для полиции. Так, ну куда бы, куда мне вот теперь его разместить-то вообще непонятно. У меня теперь просто нет места для этого всего дела. Значит, игра меня вынуждает построить новый коридор и построить еще одно огромное помещение для вот этого всего хранения. Давайте я тогда коридорчиком продолжу это вот сюда куда-то. Наверное, как-то так. Здесь у меня, наверное, еще какие-то машины будут стоять. Пока что не ясно. Будем думать. Хотя можно прикинуть, на самом деле. Сколько тут? Какие-то машины. Они где-то вот столько занимают, да? Можно построить условный гараж. Давайте сейчас прикинем. Сколько машины может занимать места? А, ну вот смотрите, впритык она, да? Как раз столько она и занимает. Так, вот так примерно прикидываем. И вот тут у нас будут гаражи. Я прям их даже сразу и построю. Хотя здесь ничего особо пока что и не будет. Как такового. Окей, значит сюда ставим вот эту большую комнату. Она будет реально большая. Я прям вот хочу, чтобы она была реально большой. Вот прям вот. А может не строить ее здесь вообще? Как бы это лучше сделать? Или здесь может быть что-нибудь маленькое будет? Давайте здесь будет какая-то маленькая комната. Здесь я проведу между этой условной маленькой комнаткой коридор. Вот туда. Вот так вот. Такой коридор. Здесь что-то будет. Не знаю пока что, но я позже это определю. А вот эта самая комната, которую я хочу устроить именно огромной, она будет вот здесь находиться. Вот так. Просто по максималке. Недостаточно какая-то она большая, да? О, у меня вызовов накопилось. Ё-моё. Так, сюда сразу же отправляем одного человечка прямо на поршен. Так. Сейчас я раскидаю быстро все вызовы. Все по машинам. И совместный вызов пожарных и полиции. У меня, кстати, до сих пор недоступна машина, у которой есть в заначке с собой вот эти топоры. Прям странно. Прям странно-странно. Окей, полицию заправляем на машинке. Да, 100% супер. Я очень рад. Так вот. Именно в этой комнате, где у меня здесь все будет размещаться, вся основная белиберда, возможно, здесь даже вторую придется построить, пока не знаю. Но пока так, строим здесь дверьку. Криво я ее, разумеется, построил. Если что, потом перетащим. И мне нужно разблокировать теперь здесь вот эту амуницию. Защитные костюмы. Вот такие вот. Их нужно несколько штук. Они потому что ломаются регулярно. С ними какая-то жопа вечно случается. В общем, пока что я поставлю несколько штук. Что? Написано. Некоторые объекты не могут быть достигнуты. Естественно, не могут. Потому что я здесь дверь не поставил. Теперь поставил. Теперь будет все хорошо. Отлично. Потратил 600, чтобы разблокировать специальное оборудование против беспорядков. И это все будет храниться у нас здесь. Я вообще считаю, что вот в этом помещении у меня будут храниться вся-вся-вся вся амуниция. Которые ну, типа расходники. Типа расходники. Их достаточно много. Там будут и всякие снайперские. И для того, чтобы всякие ограждения и для митингов. В общем, подготовка, сопровождение митингов. В общем, все здесь будет у меня храниться. И даже собаки будут из К9. Ну, может кто-то помнит, что такое К9? Напишите в комментариях мне об этом. Ну, все-таки время подходит. Я думаю, что мне нужно затариться еще несколькими вот этими бронежилетами. Так, где тут они у меня? Вот они. Поставлю их прямо напротив. Чтобы между ними был проходик вот такой. Я думаю, 6 штук хватит. Тем более, что в случае, если какие-то из них будут поломаны в процессе миссии, будет половина на реставрации, скажем так, на восстановление, половина будет уже в деле. У меня проблемы с ними уж точно теперь не будет. Пока время подходит к моему ивенту, который вот здесь вот уже скоро подбирается, я решил, что у меня не построена комната отдыха. И самое время ее поставить где-то здесь. Почему именно здесь? Ну, во-первых, это близко достаточно от полицейского участка и от пожарной станции. Но самое главное, проблема в том, что карта у меня, видите, как разделена. Здесь явно не будет никаких проходов. То есть, вот эта и вот эта часть, они не будут соединены. Соответственно, комната отдыха используется всеми. Особенно вот в этом блоке, где у меня будет явно все посвящено медицине. Я думаю, и тем, и другим, и пожарным, и медработникам будет удобно бегать именно вот сюда. Я не знаю, насколько у меня получится большая комната отдыха. Я постараюсь выделить ей настолько, насколько возможно пространство. Наверное, ее стоит, наверное, побольше сделать. Ну, не знаю. Ну, пусть будет такая. В принципе, не жалко. Так, вступает ночь. Меня предупреждают о том, что начинаются вот эти ночные операции. Я сейчас постараюсь сюда забабахать какие-нибудь предметики. Так, ну, конечно же, дверьки нужно для начала поставить вот так. Я размещу несколько дверей. Так. Доступны у нас пока что только диваны и креслицы. Требуется до хрена. Ладно, пусть будут пока диваны. Придется на них персонала и всякие экипировки. У меня что поделать? Валерийный экипировок нет. Нет собак, нет снайперов. Есть только обычные автоматы. Ну, не знаю, насколько получится у меня выполнить этот квест. Будет достаточно сложно его выполнять. я поставлю максимально всех, кого могу. Так, 12. Могу даже побольше еще сотрудников кинуть, чтобы прям вот много было. Прям вот кину дохренища людей. Так, теперь мне нужно много-много машин. Все машины кидаю на этот квест. Хотя, не знаю, мне, наверное, сколько единиц. да, действительно, зафига. три машины отправлю на это задание. Дам я им пушечек, прикиньте, пушек-то не хватает, ё-моё. Я думал, что нужно будет ничего себе. Фак, мне нужно срочно купить еще две, две единицы. единицы. я должен успеть это сделать. Не знаю, вдруг я не успею. нужно быстро на паузу поставить. Еще два вызова? Вы серьезно? Мне нужно сейчас быстро купить оружейку. Я не знаю, насколько быстро ее смогут сюда подвезти. Потому что мне нужно еще и две единицы оружия. Чертаси. А, они быстро спавнятся, смотрите, подвезли сразу. Давайте я попробую выполнить этот квест. так, четыре единицы оружия, да? Да, есть. С оружием я разберусь. Окей. Вроде уже не так страшно. Так, полицейских хватает. Собаки и снайперские винтовки, к сожалению, я не смогу им предоставить. Ну, двух машин вроде как даже хватает, чтобы в этих машинах типа каравана, наверное, поместилось 12 человек. Вроде хватает. В общем, без снайперов и без собак отправляем 80% успешность операции. Я надеюсь, что мне повезет. Блин, вот он квест гребаный. Окей. И параллельно я еще отправлю две группы. Сюда, кстати, тоже пушки нужны. Нифига себе. А теперь-то у меня пушка уже нету. И что делать? Ладно, вроде без пушек могут справиться. Окей. Тяжелая ночка выдалась, да? Сколько усталых уже сотрудников у меня. Смотрите, раз, два, три. Внизу там все усталые. Куча человек на вызовах. Так, сюда потребуется еще две машины нужно будет вызвать. Отправить. Вроде нормально. Три очень серьезных вызова. Все машины выезжают. команда вся в сборе, посмотрите. Абсолютно большинство, абсолютное большинство сотрудников до выездах. Даже на Порше уехали. Офигеть. Часть сотрудников вернулась с главного задания. Тоже скоренько вернуться. И мы уже очень буквально через полчасика. То есть через секунд 15 уже узнаем справились ли мы с квестовой задачей с ивентом. Там давалось 80% нам на то, что операция будет успешной. Отлично у нас все получилось. У нас все получилось и мы справились. Нам заплатили 120 единиц престижа и 5000 тубриков. Супер. Я думаю, что это будет что-то из следующего. Либо взять как раз снайперскую винтовку, либо взять собакинов из К9. Либо не знаю, вот есть тут специальные защитные костюмы от химической радиации. Вот такие вот штукенцы. Ну не знаю, наверное, нужно собакинов взять. Да, давайте я собакинов наверное возьму и размещу их вот в этой же комнате. сразу несколько штук поставлю. Мало ли собакинов будет много требоваться. Вот так вот. Круто. И давайте посмотрим, что здесь написано. Так, написано заполняется только самыми лучшими мальчиками. Типа хороший мальчик, а здесь самый лучший. Вот так вот. Что ж, друзья, я надеюсь, что эта часть была интересна. Мы отстроили пожарный участок, полицию мы еще больше улучшили. В следующей части мы добавим медицину. Ну и все. Жмите колокольчик, подписку, лайкосик и пишите в комментариях, как вам эта вообще игрушка понравилась. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Well, мальчик, значит, мальчик, кош, Продолжение следует...